дорогие друзья привет сегодня в мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такое колье из бисера кабошона и бусин биконусов вот так оно смотрится задумывала я его сделать асимметрично что собственно вам и хочу сейчас продемонстрировать она полностью в кадр не помещается ну в общем вот таким вот образом она выглядит плетется она довольно легко и просто и я бы даже сказала увлекательно и начнем мы с вами поэтапно создание данного колье если вам нравится продолжайте смотреть это видео более детально рассмотреть данное колье вы можете в моем инстаграм перейдя по ссылке в описании к этому видео и всегда вы можете видеть в левом верхнем углу вот здесь ссылочка на мой инстаграм переходите рассматривайте нравится плетем не нравится значит ждем следующий мастер-класс но в общем вот такой вот получился результат в центре камень планировалось еще кое-где поставить риволи но мне показалось что будет перебор поэтому я оставила в центре вот такой центральный элемент кабошон который притягивает взгляд к себе поскольку он один и он центральный у нас ну и в общем вот такой колье получилось итак друзья первое что нам с вами понадобится это кабошон он может быть абсолютно любым я выбрала вот такой по цветовой гамме под тот бисер который у меня есть в наличии с такими вот переходами от бирюзового к розовому черный серый здесь есть и так далее ну вот такой кабошон размер его четыре сантиметра на три сантиметра абсолютно любой камень вы можете использовать тот который вам нравится ну и соответственно по размеру любой абсолютно здесь нет никакой специальной схемы здесь универсальное оплетение камня которая я покажу сейчас и далее нам понадобится с вами бисер у меня вот такой основной это черный 23 980 самый простой черный затем светло зеленый у меня вот такой вот 0 2 163 вот такой вот он интересный затем я выбрала работаю следующие цвета вот такие они металлики и очень классно смотрятся вот такие вот все ссылочки я оставлю вам под видео так вот можете посмотреть номера цветов это фирма гамма мне бисер был так и еще друзья нам с вами понадобится биконус и в моем случае 4 на 4 миллиметра у меня черные и вот такие радужные с радужным покрытием здесь всеми цветами они теми которыми мне необходимо переливаются поэтому я выбрала именно их а да еще не сказала у меня просто коробочка потерялась и пакет не сохранился из-под бисера вот такой серый еще будет использован так давайте приступим к работе бусины нам пока не понадобятся это будет на этапе сборки колье нам нужны они будут а сейчас я приготовлю разложу бисер на коврике мы приступаем итак друзья вы можете видеть я разложила бисер по цветам на коврике для бисероплетения и начинать мы с вами будем с того что оплетем вот этот кабошон значит если у вас точно такого размера камень соответственно вы просто повторяйте за мной я сейчас сплету три ряда крестиков то есть цепочка в крестик берем черный бисер будем работать сейчас только черным бисером поскольку других цветов там нам не нужно и наберем на иголочку четыре бисеринки первые наши четыре бисеринки и завяжем узелок покажу вам нитки которых мы будем работать итак друзья ниточки оплетение кабошона я буду делать на вот таких толстых нитках капроновых чтобы можно было затянуть потуже покрепче не бояться что ниточки порвутся так и еще нам понадобятся вот такие ниточки титан 100 это уже когда мы с вами будем собирать наши колье сшивать и плести сетку и там нужно будет нам несколько раз проходить поэтому эти ниточки очень тонкие прочные и они несколько раз спокойно проходят через бисеринку поэтому я выбрала именно их сам жгут чтобы он был более такой держащий форму я тоже буду плести на вот этих толстеньких ниточках но можно найти использовать если более пластичный жгутик вам будет нужен так теперь сделали первый крестик проходим иголкой через пару бисерин вперед и просто плетем цепочку в крестик постоянно набираем на иголку три бисеринки три бисеринки набираем вот вышла ниточка из вот этой бисеринки проходим опять в эту же самую бисеринку с противоположной стороны так затем проходим вперед на пару бисерин я плету как вы можете видеть одной иголкой цепочку в крестик поэтому так вышла ниточка из центральной бисеринки черного цвета затем мы набираем с вами еще три бисеринки черного цвета проходим в эту же бисеринку центральную с противоположной стороны затягиваем проходим вперед через пару бисерин и так друзья я сплела цепочку в крестик и у меня получилось для того чтобы обнять данный камень 35 крестиков то есть 36 но я не могу прижать скользкий камушек очень и расползается но в общем 35 крестиков я сплела и сейчас 36 крестиком я объединю то есть берем набираем одну бисеринку иголочку потеряла секунду набираем одну бисеринку черного цвета то есть вот я доплела у меня 35 крестиков вот вышла нитка набираю одну бисеринку складываем ровненько цепочку и заходим вот в эту первую бисеринку самую вообще первую первого крестика вот так соединить нам нужно красиво и ровно набираем еще одну бисеринку черного цвета и набрали еще одну бисеринку и проходим в эту же самую бисеринку объединяем две цепочки между собой нам с вами нужно выйти из боковой бисеринки крестика то есть вот она боковая бисеринка крестика для продолжения работы набираем на иголочку три бисеринки первый раз набрала и проходим в эту же самую бисеринку с противоположной от выхода нитки стороны вот она затягиваем затем смотрите вот вышла у меня нитка проходим вот в эту бисеринку так теперь набираем на иголку две бисеринки 2 и проходим вот в эту бисеринку в начале затем в ту из которой вышла нитка затем следующую на новом крестики выход нитки вот из этого крестика вот из этой бисеринки затем по ходу плетения мы идем следующий крестик вот в эту бисеринку торчащую боковую вновь набираем две бисеринки черного цвета проходим в начале вот в эту центральную откуда вышли и в ту из которой выходит нитка затем проходим вот в эту центральную и продолжаем так плести до самого конца пока ряд не объединится с начальным крестиком самом начале крестик нам нужно будет точно также соединить как мы с вами соединяли цепочку начальную снова 2 набираю и прохожу в эти две и затем выход ниточки вот из этой центральной бисеринки плетем только по ходу плетения ниточки двигаемся вновь две набираем объединяемся затем вперед через вот эту следующую и еще следующую сплетите так пожалуйста до конца и так друзья забыла совсем вам сказать что это количество крестиков у меня 36 в общей сложности по объему до в окружности вокруг камня это не есть как бы для всех одинаковое число то есть вы можете либо очень туго плести в таком случае у вас будет немножко меньше там на один крестик предположим либо наоборот вы слишком плетете слабо поэтому у вас будет количество другим на это тоже обращайте внимание вот я доплела до конца вторую цепочку и соединяемся с первой смотрите у нас уже есть здесь от второго ряда крестик также есть крестик которому мы должны прикрепиться вот этот боковой и вот этот начальный поэтому я набираю смотрите одну бисеринку одну и захожу вот в эти три бисеринки которые я показала только что вам объединяя две цепочки между собой вот таким вот образом затем точно также друзья выходим из боковой вот этой бисеринки и плетем точь-в-точь также третий ряд крестика также друзья я еще не сказала вам что нам понадобится пятнашка вокруг поясочек стянуть то есть мы будем проходить еще два дополнительных ряда забыла сказать 15 размер бисера приготовьте в тон либо черные либо в тон камня либо как у меня из любых имеющихся оттенков а сейчас я быстренько сплету третий ряд в крестик и мы продолжим и я взяла для того чтобы завершить поясок и стянуть его вот такой бисер у меня тоха 15 размер номер цвета 251 вот так он выглядит вот она он подходит под биконус и мне и в принципе подходит по цвету и мы с вами будем набирать по одной бисеринке по одной и плести проходя иголочка через каждую следующую бисеринку то есть набрали одну тоха прошли следующую опять набираем одну бисеринку маленькую и проходим в следующую бисеринку при этом подтягиваем ниточку чтобы наш поясок сужался набираем последнюю бисеринку проходим в ту бисеринку из которой начинали работу и затем стягиваем все это вот вы можете видеть как стянулся наш поясочек затем вкладываем внутрь кабошон так но вначале я перейду на вторую сторону то есть вот вышла у меня иголочка из вот этой бисеринки крестика я прохожу по ходу плетения пройдущего вперед так прохожу в первую бисеринку пятнашку и по крестиком я прохожу на другую сторону пояска вот так выходим из боковой бисеринки и мне плести легче не вкладывая кабошон поскольку это бесполезно он будет выпадать просто набираем здесь точно также проходим набирая по одной бисеринке на иголочку то есть одну пятнашку набрала прохожу в следующую роста вот так проходим но ниточку не затягиваем сильно для того чтобы можно было потом вложить кабошон где-то половину я вот так пройду потом вложу кабошон подтянул и продолжу работу вот таким вот образом плетем пока что по 1 15 набираю прохожу по всем бисеринкам в каждую еще один вариант оплетения кабошона вы можете посмотреть у меня в и gt в моем инстаграм там другое оплетение кабошона совершенно по другому я делала здесь решила сделать в крестик теперь вкладываю кабошон и начинаю подтягивать здесь самое важное самое главное стянуть вот этот поясок таким образом чтобы все было ровненько чтобы он ровно сидел на кабошоне то есть плетем дальше подтягиваем и выравниваем ну что же друзья вот теперь у меня два плетеных кабошона я заранее приготовила просто вам показать как он будет выглядеть этот мы с вами вместе сейчас оплетали достаточно жестко сидит поясок нигде ничего не не шатается вот и приступаем к созданию собственно полосочек вот этих поясков основы колье выглядит она вот следующим образом я кусочек плиту это будут сережки давайте начнем те же самые ниточки я буду использовать плотные так и для начала наберем на иголочку 4 бисеринки черного цвета завяжем узел такой крестик у нас получается затем проходим в две ближайшие бисерины снизу вверх от узелка затем нанизываем две бисеринки и проходим в эти же две из которые вышла нитка снизу вверх затем проходим вниз через только что добавленные две бисеринки вновь набираем две бисеринки и снова повторяем точно так же проходим через предыдущие две бисеринки вниз а затем только что добавлены вверх объединяем этот поясок между собой объединяем начало и конец этой ленты то есть проходим в первые две бисеринки и снова поднимаемся через две последние снизу вверх и то есть наша основа жгута на дебеле вот такой вот кубик у нас с вами получился затем набираю на иголочку две бисеринки начинаем плести на дебеле жгут проходим вниз через вот эту бисеринку рядом стоящую затягиваем поднимаемся через соседнюю бисеринку вверх вот так набираем еще две бисеринки черные затем проходим в соседнюю бисеринку вниз и поднимаемся через вот эти две бисеринки вверх затягиваем и начинаем плести сейчас я хвостик вот этот уберу который меня раздражает набираем на иголочку две бисеринки черного цвета проходим в соседнюю бисеринку вниз затем начинаем добавлять вставлять между этими парами бисерин бисер другого цвета с которого начнем давайте с вот этого ближайшего сиреневый такой набираем одну бисеринку проходим вот в эту бисеринку снизу вверх затягиваем ниточку набираем на иголочку 4 черные бисеринки и проходим вот в эту бисеринку вниз затягиваем затем набираем еще одну сиреневую бисеринку и проходим вот здесь через две бисеринки вверх вот так подтягиваем ниточку набираем на иголочку две черные бисеринки проходим через соседнюю бисеринку из пары вниз набираем две бисеринки сиреневые проходим вот в эту бисеринку вверх затягиваем набираем 4 черные бисеринки проходим иголочкой вниз в соседнюю бисеринку набираем две сиреневые поднимаемся через две вверх вот так снова набираем две черные проходим вниз набираем 3 сиреневые проходим их в соседнюю бисеринки вверх проходим вот в эту бисеринку вверх набираем 4 черные проходим вниз 3 сиреневых проходим вверх через 2 снова набираю здесь две черные эту схему мне прислала подписчица с просьбой объяснить как плетется снова набираю 3 сиреневые и я выполняю ее просьбу кто автор именно вот такого видо измененного шнурика я не знаю к сожалению если вы знаете напишите пожалуйста внизу под этим видео то что она прислала мне одну какую-то вот такую схемку как половиночка журнала или что-то такое вот напечатанное черно-белое там к сожалению я не нашла кто автор снова 3 я набираю и прохожу через 2 вверх так затем набираем 2 черные проходим вниз затем опять набираем 3 сиреневые проходим вверх затем набираем 4 черные проходим вниз снова 3 сиреневые проходим вверх через вот эту такая вот у нас вырисовывается змейка опять набираем 2 черного цвета проходим вниз затем 2 сиреневые проходим вверх через вот эту набираем 4 черные проходим вниз снова набираю между парами 2 сиреневые и прохожу вверх затем набираем 2 черные проходим вниз плетется очень легко затем набираем 1 сиреневую и проходим вверх через одну здесь набираем 4 черные проходим вниз проходим вниз вновь набираем 1 сиреневую между парами и прохожу вверх через эти две так подтягиваем затем здесь набираем 2 проходим вниз и проходим вот в эти две наверх без бисера прохожу вновь вниз через вот эти две просто чтобы объединить вот эту часть вот этот хвостик краешек и вверх через две такой вот получился долька вот такая значит дальше мы меняем направление точно так же плетем только меняем направление вот этих где 2 где 4 и вставляем между парными бисеринками уже другой цвет давайте начнем вместе далее продолжите сами я вам подскажу как дальше будет наша эти работа я набрала на иголочку 4 бисеринки черного цвета опускаюсь вниз затем я выбираю другой цвет у меня это будет вот этот зеленый выбираем одну бисеринку зеленую проходим вверх через одну затягиваем ниточку затем здесь набираем 2 черного цвета бисеринки проходим вниз набираем одну бисеринку